Я хочу предложить, я попробую сделать ресурсную площадку Семодельного отдела ОПК. Я сегодня вы встречаюсь с 30-м. Вы знаете, это очень интересное предложение, надо подумать. Я сейчас так раз помнила, о чем я и сказала, об учебниках. Сейчас я говорю, как нам вводить ОПК? Дело в том, что мы помогли сами, понимаете, что в федеральном перечне учебников находятся учебники, которые обслуживают классовую часть учебного плана. Федеральная. Часть, которую принимает на себя образовательная организация, образовательная организация сама может выбирать литературу, которую она использует для преподавания в пунктах духовного росту. Мы этот вопрос, естественно, образование Российской Федерации обговариваем. Потому что есть предложение, давайте будем грифовать еще те учебники, которые у нас тут выручены в лестнице, в части образовательной организации и так далее. Но пока этот вопрос не решен. Но в письме, опять, у Министерства образования говорится о том, что можно образовательной организацией использовать учебники, учебно-методические материалы, которые уже есть. Например, по ОПК. Это Шевченко, учебно-методический комплект. Это Бородина. Единственное, я здесь хочу подчеркнуть. Есть рекомендация синодального отдела, поскольку это все-таки мы занимаемся грифованием и учебниками по ОПК. Всех просматриваем. Используем только те ОПК, которые есть в перечне, получивших гриф синодального отдела. Вы заходите на сайт синодального отдела, там есть окошечко «Экспертный совет». И вот в этом окошечке есть перечень всех учебников ОПК, которые получили гриф синодального отдела. Вот Шевченко, точно скажу, с 1 по 11 класс, весь ее комплект получил гриф синодального отдела. По Бородиной. Она имеет гриф только для начальной школы. Для основной школы гриф ей синодального отдела не присутствует, потому что было очень много замечаний в ее учебнике. Есть учебники Старбогатова, которые тоже имеют гриф отдела. По семейному воспитанию Екатеринбург готовил сборники, мы тоже им дали гриф отдела. Посмотрите, вот в перечне этой литературы там все указано. То есть мы рекомендуем использовать только те учебники, которые получили наш гриф. Можно где-то их заказать. Эльмина Леонидовна еще получила и для дошкольников гриф. Очень пособие будет у них по православной культуре. Можно, конечно, соглашаться или не соглашаться, но я вам скажу, что процесс идет. Очень много авторов подключается сейчас к разработке вот этих вот комплектов. Тем более, если мы с вами сейчас наработаем опыт преподавания ОПК в рамках вот этой предметной области, практика такая будет. Я думаю, что авторы тоже как бы это их подтолкнули к тому, чтобы разрабатывать более интересные учебники, глубокие. Очень широко будет представлен и культурологические, исторические материалы. Кроме того, я скажу, что сейчас в издательство просвещения готовит комплект по истории Отечества. Я тоже, по-моему, Данилов будет автор, Данилов и с авторством с кем-то. Это очень интересный комплект. Там прямо есть целые разделы по истории взаимодействия Церкви и Государства, по духовному состоянию обществ в том или ином веке, в XVIII, XVI и так далее. Кроме того, они в приложении к учебным комплектам сборники рассказов о русских святых. Это уже делают издательство посвящения, светское издательство. И, кроме того, они даже вам предложили написать учебник для учителей по истории Церкви. Сейчас мы над этим учебником работаем по истории Церкви. То есть это будет очень интересный комплект, и он как раз, по крайней мере, не теистический, а как бы ориентированный на взаимодействие Церкви и Государства. Кроме того, и концепцию, и премьерную программу они все согласовывались с нами, все на дальнейшем по истории. Сейчас обсуждается, но министерство создает интимный комплект по литературе русского языка. Может быть, тоже будет на обсуждении, если на дальнейшем отделке. Конечно, мы максимально будем давать рекомендации, чтобы можно было давать хотя бы русскую классическую литературу, контакт к православному древозрению. Может быть, расширить диапазон древней русской литературы. Наши ребята вообще не знают памятники. В XVII веке вся литература древняя русская. Там огромный кладезь, хотя бы жало слова взять. Там замечательные были личные выступления, ракурцы, и сколько там глубины, и даже, как сейчас говорят, практика ориентированного слова, то есть как себя вести в той или иной ситуации. Очень много таких произведений древней русской литературы. То есть работа большая. А если вот ваш методический центр, тогда можно было бы подключить научный потенциал региона. И, может быть, даже что-то разрабатывать самим. Потому что пока это все на федеральном уровне программы. Хотя, конечно, богаче. Вот этот курс, основа такой литературы народа в России, он богаче. Туда можно очень много включить национального и литературного материала. Его не хватает в курсах ОПК. Хотя некоторые, например, регионы, они пишут свои учебники. И прямо разделы, например, православие на русской земле. Раздел учебники ОПК. Но это их региональная разработка. Если у вас есть такой научный потенциал, можно было бы сделать учебники ОПК и с разделом православия на Кадхазе. Вообще было бы замечательно. И там можно было бы включить и региональные, и депутатные. Но это надо бы включать на институты. Институты, мы не там исследуем, у нас совершили отношения. Вот мы сейчас на Кубане, как случайно, в муниципальной школе Кубанский университет. Старинка, профессора. У него, кстати, замечательная книжка вышла. Сообразно с организованием. Примерно мышления. Потому что у нас вам это тоже очень интересная книга. И как раз они попытаются сделать, хотя бы для театра 6-7 класса, для муниципальной школы, разработать программу с удобным изучением ОПК. Но опять же, я хочу подчеркивать. В данном случае, мы должны перегревать палку. Обязательно вот эта процедура взаимодействия с родителями, с какими представителями детей, при выборе, чтобы это обязательно. Слышка, можно вам предсказать? Вы там в сне, ведь не обговорился вопрос об обоихметочной. Нет, там есть безотметочная. Вы знаете, дело в том, что идет какая-то опробация. Как это пойдет? Вот дали возможность, а как пойдет, какая будет практика? Да, в отмесках не будет практика. Пока в отмесках ничего. Может быть, на начальных этапах. Понимаете, дело в том, что вот здесь мы должны учиться. У нас мы умеем. Вот мы отучили педагогов использовать воспитательство с потенциал подмеска. Почему-то у нас воспитание это все, что за уроком делается. Вот они пошли на какие-то мероприятия, это у нас воспитательные мероприятия. Вы же понимаете, что воспитание начинается с раздевалки. Как ребенок зашел? Как он разделся? Как зашел учитель? Как он начал вести урок? Вот оно и воспитание. Вот так воспитание публикуmarу наших детей. Это все воспитание. И если учитель удовлетворен, если он говорит о своем предмете, если он красиво излагает мысли, если он пытается с детям пробудить какие-то чувства. Вот у нас, например, сейчас православная педагогика, так я говорю, педагогика переживаний, событийности. Когда мы ребёнка, ему помогаем пережить какие-то очень важные его жизненные события. Потому что остаётся впечатление только тогда, когда он сам переживает что-то, когда его душа откликается на какие-то наши мероприятия. Это если просто казённые, пришли, поплесали, потанцевали, ушли, это не называется воспитание. Потому что если этому не задал какой-то духовный контекст, какая-то нравственная составляющая, ну попресали, попели и что дальше? Он должен уйти с каким-то для себя уроком, что ли, с какой-то докторомилой, что ему захотелось сделать какие-то добрые дела после этих песен, плясок, понимаете? Чтобы он вдохновился науку. И, естественно, рекомендация письма, которую мы получили из Министерства образования, она торопит. И, конечно же, возникает очень много вопросов. И нет до конца разъяснения, нет учебников, нет много говорить многого. Вы знаете, дело в том, что я просто сейчас думаю, что регион может думать о своих каких-то практиках, где мне этого не будет. Вы можете здесь пока пройти, ждать каких-то решений сверху. Если у вас будут интересные накопки, интересные решения, вы можете их предложить в Министерстве. А почему нет? Получить грант. Конечно, получить грант. А почему нет? Ну раз они вот нам так взяли, знаете, свободное плавание. Введите, как хотите. Ну, есть сегодня права, посмотрите федеральный закон. Огромные права даются в Министерстве. Я думаю, только деньги зарабатывают. Правильно? Но даются права, а региональные министерства, они все равно, ну как же, они-то как. У нас тут, да, деньги, у нас все равно, что вы должны принимать участие в этом и все. Я просто считаю, что здесь надо проявить самостоятельность. Уже система какая-то раскладывается по четвертому классу. Попытаться хотя бы ее перенести в основную школу. И там уже потихонечку ее расширять. То есть это все делать, не сбывки барахта, уже хотя бы основываясь на том, что уже сложилось. Потом вы уже посмотрите, как это можно дальше взлетать. Я думаю, что... Я думаю, оба объединяем всех. Мы недели. Мы на этом предмете, на этом уроке, мы всех объединяем. И там по курсу, по самой тематике, и на это направление. Здесь рассматриваются исламские традиции, с одной стороны, с другой стороны православные. Вот. И также и сверстное воспитание, также присутствует. Он всех объединяет. Мы недели как... Я поняла, получше, я поняла. Если дети, что у вас заявили на родителей, и все это... И заявление на родителей. Здесь заявление на родителей. Здесь, да, в детстве, это и мне. И поэтому, и к обедателям характера, объясни мне его. И этот курс, может быть, без деления на 10 класс. А в нас теперь понимаете, что сидят дети. Ну, знаете, вот если мы обратим внимание на эту фразу, является логическим продолжением второго года. Если логический продолжение, может, наверное, многие изучали, это только пока еще не почитали. Логическое продолжение, это значит, с эмоцией, которые есть в ОКС, могут быть прописаны и в рамках отеца депутатного года. То есть они в общем пришли в этом... И двигаться дальше невозможно. Но когда реализовываются те иные проекты, нам все равно нужно понимать, что инновации — это не традиция. И они не могут основываться на них. И вот учитель должен летаться. То есть если он традиционно работает, то это неинновационно работающий учитель. И если он работает инновационно, то я вам просто приведу пример из федеральных государственных стандартов. Одна из целей — это воспитать личность самореализующуюся, которая таким образом... Там много «само-само-само» и так далее, что очень вредны и так далее. Что очень сложно потом, так сказать, понятие внушить такой личности, что это самопожертвование. То есть если я реализую себя и хочу чего-то либо достичь, в этом контексте те традиционные наши ценности и представления, в частности, как собой пожертвование, очень трудно вливаются в этот контекст. О чем я говорю? Учителю сегодня крайне тяжело. С одной стороны, он услугодатель. И законы обложили таким образом, что, опять-таки, двойной стандарт от учителей требуют как раз-таки те наши традиционные представления о том, каким он должен быть. А инновации требуют и конкурентоспособность требуется. Мы сегодня дали качественную услугу. Эту услугу ребенок должен потом, так сказать, проглотить и реализовать себя через пресловутые ежи. Ну, собственно говоря, все. Ну, понимаете, дело в том, что то, что противопоставляется традиции инноваций, мы говорим о православной педагогике, мы говорим о том, что такое традиция. Это то, что передается из поколения в поколение. Из традиций народа нет. Вы просто не. Используются в инновации в православной школе. Используются в инновации. Но они не затрагивают содержание образования. Вот то, что не зыблено. Вот эти нравственные каноны, которые должны быть, определяя человеческую жизнь, они, их инновации не касаются. Инновации касаются форм, методов, способов, приемов. Какие-то другие, то, что касается форм обучения, то, что сегодня приемлемо для современного ребенка, испорченного разными инновационными всякими там технологиями, телефонами, телевизорами и так далее. Что сегодня предлагают? Предлагают подменить содержание нашей жизни вообще. Фундамент нашей, сменить жизнь. Это борьба. Вы понимаете, что сегодня борьба пойдет за души детей. Вот Остапенко пишет. Я вам начитаю, послушайте. Это эссе от педагогики самости к педагогике спасения. Мода на либерализм и либерализм в обществе проходит. Проходит она и в педагогике. Педагогика самоакторизации, самореализации, саморазвития и прочей самости привела к такому индивидуализму, который никогда никому не смеется. Педагогика самости удобрила почву для процветания гордыни числа. Целевая установка на взращивание конкурентоспособного успешного лидера принесла свои плоды. Успех достигается любой цельной. Ради успеха теряется стыд. Военный успех и торжествует ложь. Цель успеха оправдывает любые средства. Результаты педагогики самости теперь очевидны. Романтика гуманизма сменилась прагматизмом рыночности. Стремление к педагогике свободы вывелось в педагогику потребительства. Маятник, который когда-то качнулся с педагогики коллективизма к педагогике индивидуализма в 90-е годы, похоже остановился в готовности обратного движения. Это уже пишут, это уже тенденция, это уже многие педагоги и ученые осознают здесь в России. Все вначале радовались свободе, а потом уже оснулись в его поспесе. Свободная самоорганизация федеральности разделила всех на свободных конкурентоспособных лидеров, лячащихся от остальных забезонных заборов, свободных творцовых художников, избавившихся от нравственных художественных мотивов и пляшущих на омолах, и свободных полипеценных потребителей. И стало ясно, что эта педагогика самости себя исчерпала. Сегодня приходит время создавать системную педагогику совместности, соединенности, и делать это уже начинно. И отец Борис Нечипоров, который нарушил, и профессор Славончиков, и другие, и Константин Зеленский, прогласивший педагогику совместности. В отличие от педагогики самости, где большинство включенных терминов начинается с префикса «само», «селпи», «селпи». Основные термы педагогики совместности и соединенности должны, очевидно, начинаться с префикса «со». И главнейший принцип такой педагогики – принцип «спасения». Педагогика спасения, педагогика любви. Вот идет эта борьба, что делать? Это уже пишут ученые, наши ученые, которые делают анализ той ситуации, результаты которой мы уже видим. С честной практической точки зрения, мне кажется, нужно развести содержание и методику. Конечно. Петодология и методика. Петодология оставляет традиционную методику, мы вполне можем делать инновационную. Конечно. И на разных уровнях отчитываться о разном. Да, Сумянцевский. А содержание вызывает константин. Это по-нашему. Сумянцевский. Попробуйте, вернее, попросить вашего позволения перейти к докладам, потому что новый регламент везде существует. И, кто не знает, по Светлане Михайловне еще есть на сегодня также планы, связанные с выполнением поставленных в начале цели, задач в образовании. Не случайно выбрана наша православная гимназия. Я думаю, здесь мы обязаны еще раз засвидетельствовать нашу благодарность руководству Всенадарного отдела. Вам лично за то, что именно попечение нашей гимназии, а не только о ней, в целом образовании в нашем городе, в нашей епархии, сегодня подвигло вас провести такую уникальную встречу. Более того, уникальность ее еще в том, что мы сегодня будем иметь возможность представить всю жизнь епархии. И я думаю, никто не удивляется тому, что после основного доклада, это доклад такой всеобъемящий, и действительно на него можно и нужно реагировать, мы попросим отца Михаила, благословенного православного церкви, северо-карачаевского луна, на профессии со общением, в особенности в миссии, в условиях диалога религии и культуры. Просим отца Михаила.